Я вас приветствую дорогие мои, с вами Тамара Капивар и сегодня мы начнем прохождение GTA 4. Да, ребята, вы дождались и вот, наконец-таки, я запускаю прохождение GTA 4. Ребята, я настроила звук, если будет вам не слышно, вы обязательно пишите, я настрою заново. Ну что, ребят, без долгих предисловий, начинаем! Играть, естественно. Ребята, офигенная музыка, нельзя, 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 нельзя ни в коем случае сидеть спокойно, руки сами в пляс отплясывают, понимаете? Нельзя просто так взять и спокойно смотреть на эту заставку. Опа, блин, быстро кончилось начало новой игры. Идет загрузочка и что-то, как-то, мне кажется, долговато она идет. А это, ребята, не GTA 5, это всего лишь GTA 4. Ой, ребята, если мы когда-нибудь дойдем до GTA 5, в чем я лично сомневаюсь, наверное, мы будем ждать очень-очень-очень долго. Но главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы смотрели, чтобы вы ждали серии, потому что это стимулирует как раз-таки... Папочка вернулся, сучки! Че-че? Папочка вернулся, сучки! Дэйв, пошли! Дэйву не до тебя, короче! Пойдем, Дэйв! Ника, че ты делаешь? Дэйв не выходит! А, не обращай на него внимания, давай, нам нужно подготовить эту штуку к заходу в док. За дело, короче, за дело. Насрать на этого Дэйва, он, наверное, если путан снял, развлекается. Эй, дай-ка мне это. Что? Держи. О, да, вот он, Либерти Сити! Либерти Сити, да. Бывал тут? Не, безумное местечко Ника. Конечно, безумно, тут всякое творится. Ника, ты еще не знаешь, Ника, что тут вытворяется. Чем собираешься заняться? Могу вернуться обратно на борт, а могу испытать счастье здесь. Говорят, это страна возможностей. Всегда хотелось добиться чего-то значительного. А сесть в каком-нибудь симпатичном местечке, завести собаку, жену, платить алименты. Жесть как в сказке, короче, понимаешь? Как мой двоюродный брат. Вот как? Да, у него всего навалом. Дом, женщины, машины, вечеринки. Он описывал мне это все в письмах. Вот я подумал, когда попал в неприятности, что может... А потом подвернулась эта работенка, и последние 7 месяцев я провел со славными ребятами, вами. И как-то забыл обо всем этом. Ух ты. Ух ты. Бриллиант, это фирменное блюдо от шеф-повара. Нихрена себе, ребята, вот это вот супчик с секретом получается. Представляете, ребят, принесут вам супчик и тут такое. После войны я никак не мог найти себе работу, да и никто не мог. Ну и я связался с одними отморозками и натворил кое-каких глупостей. А, все мы делаем глупости. Это отличительная черта людей. Вечно какую-то херню творим. Может быть, может быть. Ребят, представляете, вот вы заказываете супчик, и там раз и брюлик. Вы можете сломать себе зубик. Ну хотя на целый бриллиант можно, наверное, себе всю челюсть ставить заново, представляете? Поэтому в принципе... Нет, даже не только челюсть ставите. Наверное, еще и что-то и дом купите. Ребят, сколько стоят бриллианты? Я просто не в курсе. Но это дорого. Если они такие большие, крупные, там сколько в них карат. Это же... И тем более он там не один бриллиант, наверное, добавляет. Наверное, целую кучку. Так что, ребята, в принципе, сломать один зуб и получить много бриллиантов, это не так уж и плохо. Коммерческая жилка во мне сейчас проснулась. Меркантильно коммерческая. Опа, всех встречают. Баба дождалась. Ура! Я тебе даже рога не наставила. А он такой молодец. Она такая, шучу, наставила соседом пару раз. Эй! Вот так вот. Чё, Ник, тебя никто не встречает? Ко всем приехали. Даже баба пришла. К какому-то твоему другану. А к тебе никто. Возможно, Ника, это как раз-таки за тобой сейчас едут. Не переживай, не печалься. Если что, грузчиком устроишься в порту. А чё нет-то, ребят? Грузчики все нужны. Ника! Двоюрный братец! Глазам не верят и здесь, эй! Добро пожаловать в Америку! Чё? Рад видеть тебя, мужик! Ты чё, забыла родную речь? Эй, чё? Да, есть немного. Всё-таки я здесь уже 10 лет. Английский-то ты знаешь? Помнишь, мы учили английский с девками, с англичными? Эй, ну-ка, не особо освоишься. Серский у меня всё ещё хуже, короче. Как я рад тебя видеть, брат! Даже не верится, что ты решился на это. Чёрт, должен сказать, ночь ко мне выдалась та ещё. Две девчонки. Страна величайших возможностей, короче. Мне удалось Напиться и забыться Пипец, он еще будет Бухать за рулем Чар, друг, я все еще слегка-слегка Короче, ко мне Брат приехал, слышите? Эй, Рома, Рома Ладно, все, хватит, расслабься Короче, пошел в жопу Тут разорался, дурак пьяный Мешает нам работать, козел Эй, мужики, ну что вы, короче, ничего не понимаете Ни копейник, охеренный парень Вы слышите, черти Рома, ладно, давай Поехали уже в особняк твой, понятно? Ааа, особняк Ну, конечно, особняк Наверное, лучше Здесь, короче, за руль И правда Отлично, это что, такси? А где спортивная машина? Эээ, в магазине Поехали, поехали, поехали За хребами, за орехами Поехали в наше местечко В МакХолке, недалеко По дороге Расскажу, короче, как будем на месте Ром, да не надо У меня тут, в принципе, радар все пишет Тем более, ты пьян Ты мне хер, что сейчас объяснишь по-нормальному Поезжайте к дому Романа Рома, Рома, Роман Бухой ко мне приехал И как тебе это? Так хера, вы террористы, чё? Террористы, они навели шороху Так что по мостам теперь не проехать Эй, безвизовый Я бы остановился в брокере Да чё с ним? Оставайся в Хоуфбич Парни вроде нас так, короче, делают Это мой таксопарк, брат Так ты Он меня, короче, кормит Ебать ты, сколько мне информации выдал, Ромка Чё-то вообще ничего не понятно Очень интересно Ты когда-нибудь пярил одновременно Этой Мяус сиськи Четыре, а? Дружище, это просто райское наслаждение Да уж, не про меня это, короче, всё Мне бы хотя бы с одной справиться Братан Столько воды утекло Тебе надо было раньше приезжать Только представь себе, сколько сыпочек ты упустил У нас на родне есть тоже женщины Да, но они такие местные А здесь у нас есть и беленькие, короче, и пуританки, азиатки, туристки, европейки Всякое такое Испуханные канадки, скучающие домохозяйки среднего запада Всё, что душе угодно В этом городе всё прямо как Войдер Милкен Сиськи на любой вкус Птички! Хоу, бич, это наш маленький уголок восточной Европы Какая красотища Хоу, бич, рядом с доками Ребят, наверное, всё не договорили Я поняла, что я очень быстро приехала Похоже, здешние эмигранты недалеко ушли от кораблей, на которых приплыли Да не, всем здесь нравится Не знаю, может, это им о Чёрном море напоминает Люди бросают дом, чтобы тусоваться с теми, от кого они бегут Мне, короче, не понять-то Но мы не останемся здесь на всю жизнь Беревэши Особняки в Берщеме Петхаус в Алкаганвиле Рядом крутится куча топ-моделей Да мы с моим братом Ника будем править этим миром Так, вы договорили, пацаны Я могу тут тормозить или нет? Ребят, я специально остановилась, потому что Я быстро доехала и диалог не успел, я так поняла, прокрутиться Но теперь я спокойно могу запарковаться, потому что Мой бухой брат наконец-таки замолчал Так, Роман, что-то это немножко не похоже на пентхаус и особняк и Чё-то... Рома, Рома, Роман Ты объяснишь мне всё или нет? Чё дальше? А, извините Вот это и есть особняк? Временная, ну пристаньте, короче Особняк на ремонте Будет и особняк, брат, это же мечта Идём, короче Особняк на ремонте, машина, наверное, тоже в ремонте, да, Ромочка, да? Эх, Ромочка, Ромочка Заходи, заходи Чувствуй себя как дома У нас теперь всё общее Главное, чтобы женщины не были общие Ромка Попался в маленький паршивец Если бы он платил, я бы ни слова не сказал Он таракана расставил Вот дерьмо О, как-то нехорошо А брат, я рад, что ты здесь Да Мне похмелиться, братан Прям на кровать в ботинках Чёрт, ладно, всё равно надо было переодеться Итак 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 Видать, ты по уши в дерьме, да? Чё? Где шикарная квартира? Где спортивная тачка? Где Барбара с большими буферами И Стефани, которая сосёт как пылесос О чём ты вообще говоришь? Ты же только и делал, что писал нам с матерью О мистере большой шишке Господине Романе Воплощении американской мечты Спортивные автомобили Квартиры, женщины, деньги, пляж Возможности Я приезжаю сюда, и что? Всё, что ты можешь похвастать, это большие тараканы Всё так У меня самые лучшие тараканы И самая лучшая грязь Ха Да пошёл ты, придурок Ладно, я придурок Но ты-то хороший Я такого тебя наплёл И ты рад был уши развесить Да, точно Засранец Всё Чего мне здесь не хватало Это одного надёжного парня Всего один реальный перец Я в шоколаде Мир, конечно, не завоюю Но всё-таки будет, это Чики-пики-пуки Понимаешь? Может, это теперь-то всё наладится А как насчёт тебя? А, брат? Что насчёт меня? Ну-а-а Почему ты всё-таки решил уехать спустя столько лет? Сперва доходили слухи, ты связался с дурной компанией А потом ты вступил в ряды торгового флота И вот теперь ты здесь Ты никогда мне ничего не рассказывал? Ха, ну да, ну да Что значит «ну да»? Ну да, я никогда тебе ничего не рассказываю В другой раз У-у-у-у, человек-загадка Странный экзотический моряк Что случилось, солнышко? Капитан тебя обрюхатил? Пошёл ты! Нет-нет-нет, совсем не в этом дело На флоте всё было нормально Есть две другие причины И они появились ещё до этого Помнишь, во время войны Мы занимались плохими вещами И с нами поступали точно так же На войне опытные и матёры Обводят молодых и глупых вокруг пальцев Заставляют их убивать друг друга Вот Я был очень молод И очень зол Может, это и неоправдание Рома? Рома! Рома, ты что заснул? Жирный кусок дерьма Ну же! Ой, только не это Который час? Чёрт, я должен отогнать тачку назад Она ведь на смене О, господи Во рту будто кошки Насрали! Рома! Ника, я должен бежать Встретимся в таксопарке Господи! Где? Просто, просто Выйди из двери Короче, налево Потом поворачивай И найдёшь меня Вот, короче Я побежал Всё До свидания До свидания Устраивайся тут, короче Всё, я побежал Там реально круто Там буфера, короче И моторные Отменные Ника, давай Обними меня Как я рад, что ты здесь, братишка У меня для тебя кое-что есть О, чёрт, 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 чёрт Нас звонивают Сейчас начальник выбит Да, Влад, извини Да, прости меня Ладно Нет, нет, нет Пожалуйста, не отрывай мне яйца Ладно, не еби меня Я сейчас прибегу Пожалуйста Пока Ника, привет, Влад Приехал, называется Рома, Рома, Роман Напиздел в три короба Мигающий значок на радаре Показывает, где находится вход в дом Здесь можно сохранить игру Так, а ещё я не двигаюсь-то Сохранение игры происходит Когда ваш герой засыпает на кровати Когда он проснётся В игре пройдёт Шесть часов Шесть часов протикает Понятненько Мигающий значок R На радаре показывает Где находится Роман Чтобы вы быстро к нему не приходили И не решали его никакие проблемы Потому что брат у нас, видимо, проблемный Ну, как, видимо Он нам наврал Где особняки? Где голые бабы? Ну, в принципе Голые бабы как раз-таки Вот, они на стене Ребят, вот Ромка не наврал Насчёт баб Вот они Кто-то из них сосёт как пылесос Но Но мы не знаем, кто В принципе Насчёт голых баб Он не обманывал Вот они все тут есть Так, включите телевизор Включите телевизор Включите телевизор Включу телевизор Опа Чтобы переключить канал Нажмите Опа Двадцать четыре года Ох ты, какая тёлочка Чё ещё тут есть? Помехи помехуют Ох Красивые тачки Ну вот, кстати, и красивая тачка Вот и особняк Рома не врал Просто он Ладно, припиздел он очень сильно Так, ну ладно, ребят Давайте телек не будем смотреть Хватит с нас на это Как мне выйти из телека? Как выйти из телека? Как выкинуть пульт? Нажмите М А, выключить телевизор У У Всё, хватит смотреть телевизор Пошли, Ника Пошли У нас ждут с тобой Тёмные делишки, Ника Так, мышка вроде пока нормально Но чё-то как-то он Подожди, чё-то как-то неудобненько Мне Ладно Я разберусь, я разберусь Так, чё мне надо делать? Мне сказали, надо найти Романа И подавить, наверное, тараканов Но тараканами мы займёмся позже Потому что нам придётся тоже жить В этой свинарнике В этом свинарнике Кстати, как можно было засрать Такую маленькую квартирку? Ну серьёзно Тут убраться-то Ай Тут убраться-то всего лишь-то Ну, я не знаю Ну, на 30 минут занятия Так всё перемыть Да и всё Если не загажено, конечно Как у Ромки Вот у него так загажено Что, наверное, тут Наверное, на часа три Ребят, всё отмывать А может быть, даже и четыре Так Прости сипой, Ника Нам пора Нам пора творить тёмные дела Выходи Опа Нихера, как ты резко вышел Тут какие-то граффити Чё написано? Роман-дурак? Нет, не написано Тут Роман-дурак Но хотя бы было бы ожидаемо Если бы реально так было написано Кстати, посмотрите, как угарно бегает Ника Ника, Ника Прикольно Ты так бегаешь На парковке рядом с вашим домом Можно одержать любые транспортные средства Поставьте там машину Выйти из неё И она останется там И даже никто её не угонит Чтобы восстановить здоровье Перекусите в ресторанчике Или киоске С хот-догами И заработайте себе Гастрит к хренам Так, что нам надо делать? Нам надо отправиться к Роману Но красть прям ухопов на глазах Это вот, знаете Прям, ну, сильно такое себе Левый шифт для рывка А я думала мне скажут Это Испейте пивка для рывка Чтобы съесть в машину Нажмите А А Опа Беспаливный белик Короче Просто беспаливно Цы-ы Цы-ы Залкнуть цепь Чтобы Ага Да Не ори машина Там копы стоят Блин Сейчас нас спалит, ребят Мне кажется Сейчас нас спалит И за нами погонится Давайте все таки все спасибо спасибо вряд ли я копам скажу что копы понимаете тут такая вещь это моя машина просто сигналку поставил она у меня ну закоротила ее проводкой и я еду быстренько ее выпрыгнуть из машины на ходу но мне пока не надо короче закоротила у меня сигнализация я еду ее исправлять и скажут еще дурак что ли мы тебе не верим эмигрант херов мы твою мигрантскую рожу сразу видим и все ребята повяжут меня и будут меня бить дубинками по жопе а может быть не только по жопе может быть и в жопу это будет вообще пипец так все я приехал к роману рома рома роман заноза в моей жопе давай здоровяк или работа или убирайся отсюда приколист у нас пошел ты пошел ты и детка когда я смотрю тебе в глаза это не просто так я вижу маленьких романов маленьких мэлори вижу звезды ангелов у нас на родине говорят да у нас на родине говорят что ты певик чёрт господи рома безумный вид идиот как я тебя могу всерьез воспринимать думаю это было бы непросто привет рома здравствуйте мисс мэлори это мой двоюродный брат ник и я тебе о нем рассказывал это мэлори чудная девушка кто тебе говорил видишь все что я писал оказалось правдой готов поспорить почти ничего эй я надеюсь дерьма в тебе поменьше чем в твоем братце спасибо ой да женщина которая собирается жениться ага ну конечно-то я думал ты выйдешь за меня детка эээ я отлично я чертов псих тебе надо бы сбросить пару кило а эта очара оважка бросит тебя я знаю я толстый хер чего могу сделать то кое широкое и считаться с долгами и дружи я сделаю это нет не договаривались мы начали разговор а потом ты заявил что ת Init ц別 на аккумулятор садится адаon Нет, ну может, ну совсем чуть-чуть. Ну, понимаешь. Пожалуй, ты прав. Симпатичные девушки любят парней с хорошим чувством юмора. Ха-ха-ха. А я уже смеюсь. Я принесу деньги. Я знаю. И вот еще, Роман. Скажи этой хреновой деревенщине, что если он не прекратит пялиться на меня, я оторву ему башку. Я сниму на телефон и выложу ролик в интернет. Какой ты грозный. Ой. А, все, ну, отлично, короче, это мой начальник. А, да, фантастика просто. Да, уж говори, что хочешь, но этот парень хотя бы умеет обращаться с дамами. В смысле умеет? Нихера он не умеет. Да, он очаровашка. А, ладно, Ника, пойдем, короче. Дорогая, увидимся позже. Мне тут братца нужно покатать, помочь ему устроиться, остепениться, телку ему найти. Ну, короче, все такое вот. Ника, поезжай к скобяной лавке. Сядьте в машину. Ремен. Ремен, ремен, ремен. Роман, скажи мне, сколько, Рома, пузырьков в лимонаде? Посчитай, пожалуйста, мне это надо. Отвезите Романа в скобяную лавку. Скобяную, скобяную лавку. Нихера себе. Ребят, как тут светло. Ой. Простите. Что, Роман, хочешь прикупить мне кое-чего для дома? Собираешься строить особняк, в котором... Говорит, короче. Нет, весельчак, мы достанем деньги. В Америке для этого нужны, короче, деньги. Понимаешь? Там устраивают подпольные игры. Так вот, отвезешь меня туда, я выгоню нам деньжат для отличной экскурсии по городу. Ночные клубы, тёлки, буфера. Так ты, выходит, проигрываешь. И как успехи-то? Да нет, мне, короче... Я надеюсь, что от любого, короче, меня позвали чистильщиком. Потому что ты не можешь платить по счетам. Я... Им натуры, короче, отрабатываешь блеск. Очень смешно, очень смешно. Я чистильщик, потому что всегда всех обчищаю. Я всегда побеждаю. Осяк. Ну, конечно, чистильщик. Я очень надеюсь, что твои карточные навыки лучше твоего прозвища. Ой, беда в том, что играть я буду на деньги, которые должен отдать одним албанским негодяям. Ну, будем надеяться, что они не появятся так. На нас поставили на счетчик? Рома, что происходит? Ты дебил? Не на нас, а на меня. И вообще, короче, не важно. Я выиграю столько денег, что сама могу расплатиться по всем, короче, долгам. Да и вообще они все слабаки. Я их обыграю раз в счет, короче. Раз в два счета. Наш, короче, рисковый брат сейчас заложит свою жопу и мою жопу. Я уже поняла. Спасибо, Роман. Спасибо, дурачок. Ника, подожди меня здесь. Я обдеру всех там внутри, короче. Все, короче, без трусов выйдут. Черт, еще не забыл. Даю тебе свой старый мобильник. Новый там, короче, номер там уже есть мой. Все. Короче, жди. Они сейчас без трусов все выбегут. Позвони, если нарисуются какие-нибудь албанцы на дерьмистом бежевом уларде. Им-то я задолжал, короче. И полегче с ними. А то я тебя знаю, Ника Белик. Ха-ха. Вот. Вечно ты в долгах, Рома. Ничего не меняется. Всегда одно и то же. Одно и то же. В телефон добавлены новые контакты. Роман. Так, мы просто ждем. Оставайтесь в машине и следите за вышибалами. Вышибалы, вышибалы. Надеюсь, не вышибут мне мой комплект зубов. А то денег нет. Как я вставлять их буду комплектом? Так, можно смотреть с помощью мыши. Так. Ребята, Рома не бежит. В него не стреляет. Это уже хорошо. И никто в трусах тоже не выбегает. Это плохо. Значит, он нихера не выигрывает. Он проигрывает. Так. Пока вроде горизонт чист. К нам никто не едет. Никто не хочет нам набить наши задницы. Он реально сейчас свою жопу мою проиграет. Вот серьезно. Будем отрабатывать тут натурой. Это ж пипец. Подожди, а как ответить? Здесь все тихо, Рома. Ты как там выигрываешь? Прошу тебе, скажи да, пожалуйста. Не переживай, у меня тут фишек, словно я музыкальный автомат. Мы в шоколаде. Во время телефона разговора нажмите, чтобы пропустить беседу. Нажмите ага, чтобы прекратить разговор. Ребят, так как Рома у нас пиздобол, мы понимаем, что, скорее всего, дела очень плохи. Раз он говорит, что все хорошо, значит, все предельно плохо. И, в принципе, можно было дать по газам и уже уехать. Но мы не можем, потому что родню не выбирают, и мы не можем оставить нашего Ромочку-Ромашку на произвол судьбе. Но, разумеется, вышибалый. Где? Дома Белик в этом магазине, значит, мы получим свои деньги. Позвоните Роману предупредить его. А-а-а. А-а-а. А-а. А, Рома, Рома, Рома. Иду за нашими жопами, Ромочка. Брат, двое парень направляются в магазин. Думаю, это те вышибалы, о которых ты говорил. Черт. Мне конец. Лучше убираться оттуда. Хорошо, 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 иду. Иду. Ну, хотя бы ты в брюках и в рубашке. Черт, Ника, они сказали, что я здесь, короче, понимаешь? Пипец. Мы получим свои деньги, Белик, и твою жопу. Брат, пожалуйста, не трогай тех парней, что ищут нас. Они без того меня ненавидят. Срочно вези нас назад. Оторвите вышибалый, отвезите такси, короче, Романа на стоянку. Сохраните свои жопы. Ой, ёптвою. Ой, простите, 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 пацан. Я не хотела. Что-то у меня как-то вот задергалось. Я забыла, что мышкой надо дергать. Вот. Надо же мышкой тут управлять тоже, а то что-то как-то не управляется. Копы, пожалуйста, за нами едут вышибалы. Помогите, пожалуйста, нам. Ладно, брат, я, короче, стряхну их. Как в старые времена стряхнешь. Да. Ай, блин, плевать, короче, что вы там говорите. Я пытаюсь угнаться. Мужики. Я не смотрю, что вы там говорите. Я пытаюсь уехать. Блин, что-то, ребята, как-то... Что-то по-другому машина управляется. Это непривычно для ГТА. Я привычка, что она сразу останавливается и всё. А тут у неё есть путь тормозной, понимаете? Это, конечно, классно, замечательно, но мне надо привыкать. Я не могу. Я не могу. Ой, какая классная, красивая красная машинка. Эй, смотри-ка, они прекратили нас преследовать. Явно перепугали, что устроим мы им, короче, взбучку. Как думаешь, они меня видели? Конечно, видели. То есть, ты довольно заметный человек, Роман. Ты такой широкий, понимаешь? За это меня любят бабы. Хрен с этими крохоборами. Получили свои деньги, просто не сейчас. Где ответить? Где твоя гордость-то, а? Ника. Ты здесь новичок. Ты пока не понимаешь, как тут всё дела делаются. Да? Мы у самого подножия лестницы. Эти молочники шпыняют нас, но бояться не надо, короче. Всем заправляют русские братки, боссы Влада. Вот их остерегайся, понимаешь? И кто меня учил в жизни, мистер чистильщик? Ты так ловко всем этим сечёшь, где бабки-то? В этот раз я проигрался, только когда вернусь, они меньше всего будут готовы, что я сорву бабок. Вот тогда я со всеми и рассчитаюсь. Поверь, только когда, когда увидишь своими глазами Рома, хватит пиздеть мне в три короба, даже в четыре. Так, всё, диалог закончен, больше ничего припёздывать тут не будешь? Не будет, всё, молчит. Хорошо, молодец. Так, мы приехали. Всё, приехали. Как тебе телефон? Может, когда-нибудь ты сможешь позвонить, позволь себе такую же трубку, как у меня? Тогда можно будет сказать, что ты... Короче, вот, буду надеяться. До встречи, брат, до встречи, брат, до встречи, брат. Пока. За пока бьют пока называется. Так, сохранение данных, пожалуйста, не включайте системы. Если она только сама не выключится. Так, что мне делать-то? Э, алло. Вы в любой момент можете изменить режим работы телефона и мелодию сигнал. Но я тебе заниматься пока не буду. А что делать-то? Чё? Привет, принцесса, кто-то сказал? Ни хрена себе, ребят, меня кто-то принцессой назвал. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Чё сказал, никаких покупок, что ли? Стоп. Мужик, это ты по-русски говорил. Я знаю, но я не в монетри. Понимаешь? Извините меня в этом городе. Козёл. Козёл. Я не в состоянии этого. Какой ты блатной, ни хрена себе по-русски говорит. Офигеть. Прикольно, мне нравится. Так, а что делать? А, о. Ромка появился. Ромка появился на радаре. Да блин, садись обратно. Слушай, Ник, у тебя какие-то штаны обосранные. Надо как бы тебя приодеть, а то что-то как-то... Ты не по стилю. Вы только что получили текстов сообщения. Об этом свидетельствует значок. А он будет каждый раз... А как открыть сообщение? Читать. Чёрт! Нужна помощь! Быстро приезжай в гараж! Рома. Я так и знала, я так и знала, я так и знала. Я так и знала. Всё. Следим за телефоном, приезжаем в гараж. Вот и всё. Что тебе надо, Роман? Что опять у тебя случилось? В чём дело, Дардан? Проблемы не у меня у тебя. Опа! А, не лезь в бутылку, мужик. Ну и где твой русский дрожак? Он не мой друг, он мой кредитор. Прикрутите. А ты кто такой? Вали отсюда. Да? Ника! А, вот так вот и всё тебе, чмошник. А, моя рука! А ты что? На помощь. Помоги! Ну давай, козёл. Бледар, помоги. Давай, проваливай нахер отсюда. Только суйтесь сюда ещё раз. Я убью нахрен вас, ясно? И на бутылку посажу. Вы, кажется, забыли, лохи албанские. Капец. Чёрт! Что ты натворил? Они собирались порезать меня. А теперь вовсе пытаются убить. Да и хер с ними. Только посмотри на всё это. Жесть! Опять вляпались! Хочешь знать, почему я не живу в семантичной квартире и не траху четырёх тёлок! Всё из этого дерьма! Всякие козлы угрожают мне! Заткнись! Ой, здорово, Мэллори! Эй, привет, красотка! А, да, здорово! Здорово! Эй, послушай, у меня тут небольшая проблемка в офисе. Эй, как тебе сказать-то? Не могу, а вот... Ника может. Чё может? Ну, я тебе это зачем, а? Да пошла ты! В любом случае! Отличная девочка. Можешь оказать мне услугу? Мэллори нужно подбросить. Подбери её у станции Хоубич. Да. Возьми тачку, она будет с подругой. Может, тебе удастся замучить с ней? Пошёл ты нахер! Господи, только посмотрите на всё это дерьмо! Мои компьютеры, всё остальное, пипец! Влад меня точно выебит! Всяти в машину Романа. Короче, я... Я-то поняла, я работаю таксистом, короче. Привет, Тома Анжела! Называется. Отсылка к Тому Анжелу. Отправляйтесь к станции метро. Эх. Ещё надо... Поезжай уже, ради бога! Так я еду, еду. Хотя это не мне. Прикольно тут русскую речь вставили. Мне прям нравится. Так, колёсико мыши для переключения радиостанции. А-а-а-а-а-а. Нет-нет-нет, никаких переключений радиостанции. Или мы с вами сорвём куш в виде авторских прав. Такое себе, понимаете, будет. Нельзя эти авторскими правами баловаться, а то это будет чревато для канала. Поэтому никакое радио мы включать не будем. Ребята, в принципе, тут очень близкий даже маршрут. Мы очень даже близко приехали. Так, здорово! Так, что дальше? П. Здорово! Залезайте, леди. Ой, Ника, спасибо, что приехал. Нужно было догадаться, что Роман найдёт причину отмазаться. Это Мишель. Привет, как дела? Я живу в районе Роттердамского холма. Короче, отвези меня туда. Отвезите домой... Отвезите их домой к Мишель. У меня вопрос. Я же только в город приехала. Я города нихера не знаю. А, мне же... А тебе Америка, Ника, нравится? Я ожидал немного другого. Знаешь, Ника, тебе нужен кто-нибудь, кто покажет тебе приятные стороны. Может, это будешь ты, Мишель? Мишель, прекрати! Да ладно вам, ребята, вы оба взрослые свободы. Возьми у неё телефон, Ника. Она возьмёт тебя в рот. Ой, я бы не проще как-нибудь ещё встретиться с тобой, Ника. Ты похож на человека, которому не хотелось бы. Вот так, Ника, с корабля на бал. Красавчику вроде тебя неплохо было бы обновить прикид. Он, да, он вроде не так ничего, по-моему, ещё и с дороги не переодевался. И как-то собираешься произвести впечатление. Ой, это известно, малышка. И, кстати, абсолютно непонятно. Как вы много пиздите, бабёнки. Я не успеваю читать. Хотя я тоже баба, но я за вами не успеваю. Вот как-то так. Охереть, сразу же быстро подружку свою подложила под Ника. Так как-то дела как бы не делаются. Надо сначала узнать друг друга, долго общаться, чтобы понять. Похожи у вас интересы, взгляды на жизнь. Там они сразу так, типа, раз, и ей в трусы, ему в трусы. И пошло, и поехало. Ну, я такого не понимаю, ребят. Спасибо, что подбросил Ника. Да, звякни мне как-нибудь. Какая ты быстрая. Увидимся, Мишель. Приоденься, пожалуйста, а то выглядишь как бы не очень совсем. Поженственней, пожалуйста. Можно, пожалуйста, платье на себя натянуть? Роман, поставил мне лайк. Рома меня лайкнул. Ура, ребят, Рома ко мне лайкнул. Брат, я высадил девчонок. Твоя девушка дала мне номер своей подруге. Только вот, по-моему, Мэлори была не в восторге от моей одежды. Я знаю, но местечко, это то, что тебе нужно. А ну нам, короче, двигай туда и купи себе самое лучшее для 21 века. Отправляйся в магазин и купи себе новые шмотки. А у меня есть деньги на новые шмотки? Просто странно, что меня заставили работать таксистом. Да, у меня есть радар, но в новом городе человек не ориентируется. И я могла бы их катать по району овер до хера часов. Но это же игровые условности, поэтому все так. Так, ребят, я предлагаю купить одежду и на сегодня на этом закончить. Потому что было очень много-много диалогов. Я даже не успевала что-то свое говорить. Они все свое говорили. Ребят, короче, если я не успеваю читать сабы, вы читаете сабы. Как-то так, как-то этак. Так, в копах бы лучше не призаться, не портить этот день. Вот, погони за копами. Тем более, вы мне сказали, что, Тамара, тут будут жесткие погони. И готовь свою жопу. Она будет у тебя бомбить и подбамбливать. Я, конечно, жопу свою приготовлю. Вот, а вы приготовьте свои ушки. Потому что я буду бомбить, если что. Так, меня надо выйти из машины. Здравствуйте, я приехал приодеться. Ты что, хотел что-то своровать? Так, стоял у магазина, что-то мялся. Вы можете покупать себе одежду в городских магазинах. А деньги? Откуда у меня это на все? На откуда денюжки-то? Мани, мани, мани. Денюжек нет в кармане. Любой предмет одежды выставлен в магазине. Нужно купить. Для этого подойдите к нему. Мэн, короче, мэны, мэны, мэны. А что мы нарядимся-то? Я не хер меня знаю. Купите себе что-нибудь из одежды. У, 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 у. Так, что я могу из одежды себе купить? У вас уже есть, ага, для примерки. Ну, давайте что-нибудь из этого попробуем. У, так, надо приодеться. Куртка 24 доллара. Что-то дороговато, вам не кажется? Так, купить, а, у, чтобы убрать куртку. Что-то дороговато как-то, вам не кажется, куртка. Подождите-ка, а тут нельзя листать? А вот я хочу красненькую померить. Можно красненькую? Фу, ты как, ты как будто в ней беременны, Ника. Тебе вообще не идет. Реально. Третья неделя беременности, блин. Или какая хер знает, ребята. Не разбираюсь в этой беременности. Так, ага. А вот это что такое? Подожди-ка. Да тоже как будто у тебя, не знаю, пельмешек на... Пельмешек как будто наепнул тарелочку. Ну, в принципе, ладно, нормально, ничего. Так, сойдет. Мишель будет приятно удивлена. Так, мне нужны штанцы. Штанцы, штанцы, штанцы. Дайте мужику штанцы. Так, у-у-у-у. Что я могу тут надеть? Так, давайте что-то из этого. Ну, в принципе... Кстати, подходит как раз-таки. Берем, ребята, подходит. Что ты там говоришь? Типа я не стильный колхозник? Спасибо большое, мадам. Ты сама-то выглядишь как бы тоже не очень. Не мечта называется совсем. Так, опа. Ну, это надо брать, ребята. Это надо брать. Это, естественно, берем. Вот это прям вообще... Это на стиле. Мы, пацан, на стиле. Так, что тут еще есть? Из ботинок. Из ботинок, из ботинок. Что выберем-то? Из ботинок. Такие-то кедики нахер мне эти кедики. Я хочу ботинки нормальные. Кедики развалятся. А ботинки нет. Вот так вот. Ой, у меня 9 долларов осталось. Что-то я что-то сильно потратился. Ну ладно, зато я на стиле. Посмотрите, ни одна баба не устоит. Уже эта даже хочет мне отдаться, да? А я тебе не хочу брать. Ты старенькая для меня. Староватая ты какая-то, да? Ну да. Все, я выхожу. Ну, сохранение произошло. Мишель добавилась в контакты. Как быстро. Какая быстрая девушка. В жизни, ребята, такое не бывает. Ух ты, тут на русском написано. Открыты. Поздно. Продажа, продажа, продажа. Новинки последней моды. О, Ромка звонит. Эй, Рома, я купил пару вещей. Я теперь крутой. Хотя такое ощущение, что они привозят товар с нашей родины. Придется довольствоваться тем, что есть. Когда деньги потекут рекой, мы с тобой будем выглядеть роскошно. Как бы ни было, у тебя есть Мишель. Классная девчонка. С ней можно отлично потусоваться. Тебе определенно нужно продолжить встречаться с ней. Так как вы такие быстрые. Я только ее увидела. Меня только увидела, и вы уже нас свели. И эта Мишель, главное, не против. Откуда ты знаешь, какой Ника вообще парень? Как так все быстро происходит? В жизни такого, ребят, не бывает, чтобы так быстро баба к вам в штаны полезла. Или что-то с этой бабой не так. Ну что, ребята. Первая серия по GTA отснята. А это значит, я буду ждать ваших комментариев, ваших лайков. И... Ребят, прошу вас, ставьте лайки после просмотра серии. Потому что иначе Ютуб их списывает. Да что ты свои яйца-то трогаешь? Ой, блин, уже баба звонит. Ну, ответь. Привет, Ника, это Мишель. Нас познакомила Мэлори, подруга Романа. Я помню, Мишель. Привет. Я обычно этого не делаю, но тебе, наверное, одиноко в Либерти Сити. Ты только недавно приехал. Да, обычно не делаешь что? Ну что, ты специально что ли? Я же приглашаю тебя на свидание. Ой, извини, я еще не сволзу тут в Америке. Свидание-то здорово. Бегут, бегут. Мне уже надоело все время провести с Романом. Может, я заеду за тобой? Да, встреча, отлично. Вот, в принципе, Мишель тут правильно поступила. Потому что мужчины намеки не понимают. Надо им все в лоб говорить. Либо пригласи меня на свидание. Сделай мне комплимент. А то, если говорить мужчине намеками, ты ни хрена от него ничего не дождешься. Поэтому девочки, кто смотрит мои летсплетчики, мужчинам не намекаем. Говорим в лоб, просто прямо так. Хотите на свидание с этим мужиком? Просто берите и говорите, что пошли на свидание. Пойдем в парк с тобой погуляем, дорогой мой. И все, понимаете? А то пока он решится, вы составитесь. Вот, ну что, ребята. Первая серия отснята. А это значит... А это значит все. Жду комментариев, лайков. И пишите, если что, по настройкам, как поднастроить игру. Чтобы вам было приятно смотреть. Ну что, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем хорошее настроение. И хорошего дня. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok